Привет, приветики! Вы на канале Света Носик Лайв и в этом видео мы с вами будем пробовать первый раз делать кексы. Кто еще не подписан на меня и не знает, не понимает о чем речь, вкратце расскажу, что я беру, нахожу рецепты в интернете, это может быть и на ютубе, и в инстаграме, либо просто на каких-то сайтах и потом пробую это повторить. У меня абсолютно нет суперопыта в приготовлениях каких-либо интересных блюд, то есть что-то такое простое и основное я делаю, а вот так вот, чтобы прям, как девочки, которые снимают такие видеоролики про то, как они пекут, что-то выпекают, ну, такого опыта у меня нет. Поэтому я смотрю вот такие видосы, пробую повторять и мы смотрим, насколько действительно это легко и просто, как утверждают, да, и как это быстро. То есть, ну, действительно ли это так. Вот, и сегодня мы с вами будем пробовать печь кексы. До этого я кексы делала из специального порошка, который покупала в магазине. Вот, ну, честно вам скажу, то есть там уже он готовый был, просто оставалось его замешать и запечь. Но, честно вам скажу, мне не очень понравилось. Вот, да, и по цене это все-таки дорого получается, потому что там этот маленький пакетик, он был в районе трех с чем-то белорусских рублей, если не четырех. И там хватило всего на четыре, по-моему, кекса. Или чуть больше, я не помню. Видео у меня есть на канале, пожалуйста, посмотрите. То есть, там буквально там, ну, четыре-шесть кексов максимум было. Вот, поэтому дешевле уже даже купить, например, такие кексики в упаковочках, да, еще с какой-то начинкой. Вот, поэтому будем пробовать делать самостоятельно, что понадобится. Мука 130 грамм, сахар 110 грамм, соль щепотка, разрыхлитель 1 чайная ложка, 2 яйца, масло растительное без запаха 60 миллилитров, йогурт натуральный 160 миллилитров, либо можно заменить кефиром или сметаной. Я еще добавлю немножечко, видела в других видеороликах, вот такой вот сахар с ароматом ванили, да, чтобы немножечко такой вот придать вкусный аромат. Вот, поэтому сейчас потихонечку, постепенно все это буду делать, комментировать. Так, в видео утверждается, что все это очень быстро происходит, просто и получается вкусно. То есть, когда уже начинаешь замешивать тесто, сразу нужно ставить, нагреваться в духовку. Если я не ошибаюсь, по-моему, 180 градусов, сколько минут я потом скажу. Нашу муку мы объединяем сразу с сахаром, делаю это специально в такой маленькой чашечке, потому что тарелочки, да, у меня мисочки, вот такого плана, например, как зеленая, второй нет, и поэтому придется сюда, вот. У вас, если есть мисочка нормальная, да, такого нормального размера, берите тогда ее и замешивайте в вене, да, так, дело получается у нас. Также сюда я сразу добавляю сахар, поставила, кстати, я нагреваться уже в духовку. Так, дальше у нас идет щепотка соли, у меня вот такая обычная. Так, и чайная ложка разрыхлителя теста, плюс с вами еще добавим немножко ванильного сахара. Так, если вы любите более сладкое, да, то можно добавить больше сахара немного. Так, чайную ложку разрыхлителя. Так, и ванильный сахар, сколько его добавлять, если честно, даже я что-то, как-то не знаю. Давайте тоже, ммм, как вкусно пахнет. Давайте тоже чайную ложку, наверное, добавим. Вот так. Так, и теперь нужно это аккуратненько все перемешать. Перемешиваю ложкой. Вообще, желательно, еще раз повторюсь, вот такого плана мисочку, да, и замешивать в такой мисочке. Вот, потому что ложкой не очень удобно, да, и перемешаться может не очень хорошо. Так что, если у вас есть мисочка, да, то берите ее и не мешайте в ней. Так, дальше у нас в отдельной емкости два яйца и 60 миллилитров подсолнечного масла без запаха. Я буду мерить столовыми ложками, это получается 3,3 столовых ложки. Ну, тут у нас уже на глаз получится. Так, раз, и два, три. И еще немножко сейчас добавим. Вот как-то так будет у нас. Так, и также сюда добавляется либо вот йогурт, как у девушки, в видеоролики, либо, как делаю я, я добавляю кефир. Так, и дальше будем все это сейчас возьму венчик перемешивать. Так, вот так немного перемешивается все это наше дело. И теперь нужно аккуратно и быстро добавить то, что мы здесь замешивали. Муку, сахар, да, вот эту вот мучную смесь, как говорится, и тоже перемешать так, чтобы оно было без комочков. Так, надеюсь, будет видно. Потихоньку, помаленьку. Так, и тоже перемешиваем. Ну, должно у нас получиться жиденькое. Такое тесто у нас получилось. Вот такое тесто у нас получилось. Максимально старалась сделать его без комочков. Сколько могла. Вот, и в рецепте сказано, что на 10 кексиков примерно хватает. Поэтому сейчас я столовой ложкой буду примерно до половины наполнять. И знаете, что решила добавить от себя? В два кексика в середину попробуем добавить вишенки с вишневого домашнего варенья. Вот, и посмотрим, что у нас по итогу получится. Получится ли вкусно с этим вареньем. Я надеюсь, что видно. По столовой ложке у меня получается. Я потом, если что, распределю, добавлю. Академия соматом. Корректор А.Егорова А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ребята, вот такая красота получилась. Вот они. Они у меня такие ровненькие получились. И сейчас немножко остынут. Будем их доставать на тарелочку и пробовать. Я один кексик достала. Он так красиво выглядит. Здесь он у меня подпекся. Он еще такой тепленький. Здесь он вот такой мягенький. Вот донышко. Кстати, эти формы силиконовые вообще класс. Сейчас чуть-чуть остынет. Я его попробую и поделюсь с вами. Видите, еще пока что не доставала. Ну, бугорячие. Этот у меня уже все. Не вытерпела. Думаю, надо достать. Он более румяный, чем на видео. Потому что я снимаю еще типа со вспышкой. Вот. Ну, и видео не так насыщенно у меня передает цвета. Я попробовала тут кексик. Ярику дала. Вот этот у нас немножко потек. Ничего страшного. Кстати, тоже. Вот чем хорошо еще, да, пергаментная бумага. Вы знаете, вкусно, вкусно. А у тех, у кого духовка еще хорошая, вообще будет идеально. Так. И вот эти два у нас, по-моему, с этим. С вишенкой. Сейчас тоже достанем. Посмотрим. Так, вишня опустилась у нас вниз. Даже вишни. Вот. Они здесь. Поэтому их надо наверх прям куда-то класть. Потому что, да, они под своей тяжестью опускаются. Ну, сейчас буду пробовать. Вам расскажу. Вы знаете, в принципе, довольно неплохо. Вы знаете, в принципе, довольно-таки неплохо. Нормально. Для того, чтобы оно здесь посередине было, я извиняюсь. Я жую как раз. И как же вам свои впечатления. Кисленькие такие. Можно делать и с вишней. Они не сильно сладкие. Вот. Поэтому, кому нужно, можно сахара больше добавлять. Ну, нормальные. Знаете, даже могу сказать, мне они понравились больше, чем те, которые я покупала уже готовую смесь в магазине. Вот. Так что, отлично. Вот. Ну, и всем спасибо, кто был со мной. Кому интересны мои такие эксперименты. Ставьте лайки, подписывайтесь. Будет еще много нового, интересного. Я закупилась еще разными формочками. Так что, будем с вами еще выпекать. Ну, вот. Ну, что, ребята. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok